Насколько она сложна, вы сами уже имеете представление, поскольку мы затрагиваем вред и опыту, когда резкий опыту и романтиология относится тех, чья частота заболеваемости ниже 6 на 100 тысяч населения. И в основном рекомендации по диагностике, лечению, наблюдению этих пациенток основаны на 3-4 уровне доказательств, поскольку модернизировано и контролировано исследование был достаточно сложным среди кредких опухолей. По гистологической классификации представленные случаи относятся к аналлюзах в клетчаток взрослого типа, относится к страманно-клеточным опухолям, к чистому окначному страмкуловому удержанию к анальюзу клеточного возрослого типа, к хроноплевому типу, рядомaving в murocerin栆ов. Ну, и также крайне редкий опухол – В данном докладе позвольте в основном коснуться гранулевых клеточных опухолей и увидите по данным представленным европейскими коллегами, это сборный регистр всех европейских государственных регистров, именно редких опухолей, которые включены в этот регистр. Им удалось представить, суммировать данные по хотя бы статистике частоте встречаемости по Европе этих редких опухолей. В частности, стермально-клеточные опухоли, где вы видите, здесь обнаденная частота встречаемости на 100 тысяч женского населения составляет 0,13-0,12 променей. Средний возраст заболеваемости гранулевых клеточных опухолей взрослого типа, это в основном 50 лет, и частота встречаемости. В этом возрастной рамке 25-64 года, это 0,15 променей. И увидите из этих же коллег результаты анализа по прогнозу гранулевых клеточных опухолей. Модуль, у которых приходится только 7% процентов от всех благокачественных опухолей, и в последний возраст, как я уже сказала, 50 лет, опухоли характеризуются гиперэстрогенией, и, как следствие, это может сочетаться с гиперплазией и эндометом. Но при этом, при всем потелении выживания больных гранулевых клеточными опухолями, колеблется от 78 до 80% случаев, которые вытягиваются овалом эти опухоли. Для опухолей стромоколового тяжа существуют некоторые молекулярные прогнозические факторы, в частности, в последнее время уделяется внимание ФОКС-2 мутации, это соматическая местность мутации ФОКС-2 лени, которая характерна для гранулевых клеточных опухолей взрослого типа, определяется порядка 90% случаев этих опухолей, и не характерны для других опухолей голового тяжа. Мы попытались каким-то образом соотнести эту мутацию с прогнозическими данными при гранулевых клеточных опухолей взрослого типа, но такой аналогии не удалось произвести, и поэтому, как результат, уже потом звучит, что вот эта ФОКС-2 мутация скорее диагностический инструмент, чем прогнозический фактор. В отношении прогнозического молекулярного фактора сейчас уделяется внимание радио мутации, которая также часто определяется при гранулевых клеточных опухолей взрослого типа, и здесь, правда, видите, на небольшом числе материалов всего лишь представлено пять случаев с мутацией вот этой вот указанной, и всего лишь восемь случаев без мутаций, пытались посмотреть прогноз этих пациентов, и в группе Д нет этой мутации, ни одного случая рецидивирования, в группе Жабанин, где есть эта мутация, два случая рецидивирования. Поэтому, может быть, какие-то моменты как прогнозического фактора в этой мутации цирр-1 будут в дальнейшем исследованы. В отношении лечения гранулевых клеточных опухолей основной метод лечения это хирургические методы лечения, что, в общем-то, и было сделано в данном клиническом случае, продемонстрированном Еленой Васильевне, у пациентки 28 лет, в гинекологическом семонарии одномоментно была сразу была изначальная бороскопическая операция, а дальше сразу же был переход на лапаротомию, декальный объем операций, все пациенты с левыми предатками и в секции большого сальника. И в этой связи, анализируя этот случай, возникает два вопроса. Необходимость для стадирования гинекологической опухолей и, в целом, на группе, если мы говорим многих пациенток, возможность органосохраняющего лечения. Начну со второго вопроса. В отношении органосохраняющего лечения при гранулевых клеточных опухолей в консервативной хирургии рассматривается в основном только эксклюзив для первой стадии, поскольку эта стадия выхарактеризуется низким риском рецидирования, но, тем не менее, от 9 до 25%. Поэтому это и вошло в стандартную рекомендацию ЭСМУ, что при первой А стадии можно рассматривать возможность органосохраняющей операции, если пациентка молодая, заинтересован в сохранении эффективности. А единственный момент, насколько опасно, не опасно в отношении матки, поскольку мы понимаем, что это характеризуется гиберской линией, значит, может сопровождаться гиперплазией эндометной. По результатам работ, которые действуют с данной 70-го года, в виде процентов случаемости от гиперплазии эндометной, это действительно есть такая тенденция и колеблется частота встречаемости от 20 до 80%, а рак эндометы частота встречаемости колеблется от 1 до 9% случаев. Но, если мы говорим о молодых пациентках, которые заинтересованы в сохранении эффективности, которые выполняют еще репродуктивные эмоции, и они категорически настаивают в сохранении эффективности, то гистеропректомия не показана, возможно сохранить матку, но при нормальной гистологической структуре эндометрии, то есть нужно быть удержанным, если гистологическая структура эндометрии не изменена, чтобы не пропустить локачественный процесс эндометрии. Но, возвращаясь к клиническому случаю, как уже Вена Васильевна сказала, это 38-летняя женщина, в общем-то, репродуктивная функция не была укуна, двое родов уже было в анамнете, поэтому она не заинтересована в состоянии эффективности. И что по результатам, если статировать эту пациентку, репродуктивную в рожде 2004 году. Скорее всего, это было, можно отнести пациенту к 1С1 стадии, то есть, скорее всего, повреждение капсула во время операции, в нашей начальной обороскопии, 6 сантиметров опухоли, конечно же, не областичное извлечение этой опухоли, но, тем не менее, скорее это не 1С2, а не 1С3, а 1С1 стадия. И в отношении вопроса это стадирование, есть ли необходимость лимфоденоктомии у пациентов в целом при гормолезо-плеточной опухоли. Здесь основной отсыл идет, в первую очередь, на работу оборостума, в которой один из первых проанализировал необходимость лимфоденоктомии среди пациентов лимфоденоктомии лимфоденоктомии с лимфоденоктомии на результатах среди 68 пациентов 7 поданоктомии было только, правда, 19% пациентов, и не было ни одного случая зарегистрировано метастазы в лимфатических узлах. Та же самая ситуация у авторов под первым авторством раунд 178 случаев, парк 106 случаев, тоже не было ни одного случая метастазов при рутинной лимфоденоктомии. В более свежей работе Кура турецких коллег нижняя строчка на следующем слайде демонстрирую 150 случаев, здесь уже большее число было выгодно сами лимфоденоктомии, небольшое число этого узла было взято, но риск метастазирования тоже был низкий, меньше 5% случаев. Если мотивировать лимфоденоктомию тем, что если случается рецидив, то он чаще локализуется в лимфатических узлах, то такой закономерности не продемонстрировано было еще в работе как у густома. Когда было проанализируем локализацию рецидивов этой опухоли по локализации загрешимное либо обминальное рецидивирование. В основном опухоль если рецидивировала, то имел мультицинкличный рост опухоли, не обязательно только мифогенное рецидивирование, которое насчитывает от 1,5 до 6 процента случаев. В основном это мультицинкличный рост, то есть не обязательно лимфогенное метастазирование, которые производят этого опухоли. и в общем-то работах, которые я уже упомянула турецких коллег, достаточно большой процент лимфоденоктомии, 88% тазово-бородальная лимфоденоктомия, и увидите, они подчеркивают число метастазов крайне низких 4,5%, и эти же авторы оставляют, лимфоденоктомии можно избежать того, что достаточность низкая, что подтверждается и коллегами из Соединенных Штатов Америки. По результатам анализа базы достаточно большой национального института лечения рака, среди более тысячи больных с опухолистром голового утяжа, который выполнялась мимфоденоктомия и без резюмируя выше мимфоденоктомии тоже процент медосторирования в региональном нефоденоктомии был 3%, вы можете выразить 3%, все равно это какой-то процент есть, но что важно, дальше проанализировано пятилетнюю выживаемость вне зависимости была выполнена нефоденоктомия не было выполнена лимфоденоктомия пятилетнюю выживаемость вообще не отличалась что в первой, что во второй группе, поэтому резюмируя выше изложенная рутинная лимфоденоктомия не показана при международной области если нет данных зависимости увеличены эпатические узлы у этих пациентов. Другой вопрос по этому клиническому случаю необходимость одевантной химиотерапии и режим химиотерапии. Сразу хочется упомянуть, что в неразоклеточном опыте мало вычитывается химиотерапией это продемонстрируется в Сировском исследовании не проводилась и результаты общей выживаемости не различаются. Поэтому если мы говорим о первой стадии однозначный эффект для общей выживаемости не доказан. Единственное после консервативной хирургии здесь не встретились недавно по результатам химиотерапии. Но в отношении лучевой терапии нет перспективных исследований нет в качестве одевантного лечения и гормонотерапия даже в конце остановилась. То, что у нас здесь есть в клиническом случае первая стадия, тоже здесь остается вопрос в отношении одевантной химиотерапии. Видите, представлены данные на этот месяц одевантной химиотерапии 44% в случае 21%. Поэтому окончательные точки в отношении одевантной химиотерапии при первой стадии тут однозначного мнения нет. Но тут ответственных мнения клинициста консируема по решению вопросов по проведению одевантной химиотерапии. если это первая стадия, на мой взгляд, скорее, за одевантную химиотерапию. Здесь в этом случае проведена 6 пульсов химиотерапии по схеме ЦП, цисклатин и цисклатин. Сразу же нам режут слух, потому что мы помним, что первая схема, которая звучит, это В. Преомицин и цисклатин. Ну и сейчас далее выясню еще возможный вариант обоплотения. Возвращаясь к наиболее часто используемой схеме ВЭК, которая широко рекомендуется. В общем-то, здесь основный акцент по рекомендациям и ЭСМА, и ЦИП, который будет опубликован на ИГРУСК, идет акцент на дубликации Гершинсона и Холмска. Если мы посмотрим детально на эти работы 90-х годов, сам же Холмска демонстрирует свой материал, проводит результаты исследований по химиотерапии, которые проводились при этих опухолях, и демонстрирует, что достаточно различные варианты схемы химиотерапии приводится. Небольшое число случаев приводится в этих публикациях и используются совершенно различные варианты допсового пациента, складный допсового пациента, как и уже последние, после 80-х, чаще фигурируют схему греомедицин и цепозит. И дальше эти авторы изучают уже непосредственно схему греомедицин доппозиции сплотин среди 57 пациентов 2-й и 4-й стадии заболеваний и с рецидивами. Тодировка идет у них 20 грамм на метр квадратный, максимально 30 одноправно. И, обратите внимание, изначально рекомендуется еженедельно, 9 недель, но, однако, в этом же исследовании сами авторы указывают, что было два летальных исхода исследований по иммунологичной токсичности. Поэтому сами же авторы изменили режим до суммы анализировки 120 миллиграмм на все 4 курса, которые были заложены. И получается, что греомедицин шел в первый день, однократно каждого из четырех курсов. и дальше в итоге попытались проанализировать результаты ответа на эту схему химиотерапии. Но вот вариант анализа статистический в этой работе, видите, таким образом представлен, что в течение 3,5 лет прослежены больные были, которым проводилась схема химиотерапии, и их проанализировали, было или не было рецидилов, отчество рецидилов, считали ответ. Вторая и четвертая стадии заболевания рецидилов случились в 31% в случае, в группе рецидилов рецидилов случились 48% в случае за этот период наблюдения. Но сами же авторы акцент делают на том, что основным прогностичным значимым фактором был только размер остаточной опухоли у этих пациентов. И тем не менее, в резюме вот этой вот работы, вот этого анализа, который я вам представила, звучит таким образом, что БЭК представляется активный комбинал комбинированной схемы химиотерапии первой линии для опухолистрона голового тяжа. Дальше работа Гершенсона, который достаточно авторитетный автор, и в предыдущем докладе были ссылки на Гершенсона. но и отсыл идет на рекомендацию БЭК на эту публикацию. Посмотрите, число работ, число пациентов 9, 9 пациентов, у которых используется БЭК. Анализ делается на вот этих вот пациентах, делается в разуме, что средняя общая выживаемость в 14 месяцев, средняя общая выживаемость в 28 месяцев. Полный ответ в 10%, технический ответ в 50%. И на основании этой работы делается вывод, что хотя общий уровень ответов на такой высоте, схема поведения обладает долговременной активностью в этой группе, необходимо продолжить проведение исследований в плане и изучение различных вариаций схем химиотерапии для лечения гермаркозаклеточных органов, гермаркозаклеточных органов. Что и делается дальше. И продемонстрировано в этой публикации Джулили Браун, которая соавтра, в последнем авторе тоже Гершенсон идет, анализирует активность уже таксанов и платинового компонента среди больных гермаркозаклеточных органов, при втором и четвертом стадии рецидива. По побочным эффектам достаточно переносимая схема оказалась в среде второй и четвертой стадии было только 11 пациенток и по ответу авторы пишут, что из 11 случаев второй и четвертой стадии заболевания таксана платила за период наблюдения в 9 случаях нет опухоли по окончании сильной мероприи. Исход без прогрессивной выживаемости 34 месяца, средняя прослеженность 90 месяцев. По рецидивным опухолям оставшихся 33 с измеряемой очагами уровня 42%, без прогрессивной выживаемости 12 месяцев. И делается вывод, что таксана представляется активным препаратом нарушение пациентов и комбинация таксана вкладки с содержащим агитом требует дальнейших исследований. Что продолжается среди распространенных и рецидивных нормальных леточных опухолей и сравнивается режим против режима покрыток с кармоплатин. Планируем мы в период завершения 2024 года. И в общем-то, наверное, закономерно в рекомендациях тестов. Последний звучит как вариант одевантной химиотерапии. Да, исторически остается георгитина топозит. Кармоплатин подлитокселл но видите с вариантом платина содержащая химиотерапию даже в монорежиме. Достаточно трудно вот эти наверное рекомендации было выработать, поскольку, как видите, я представила данные, на которых основаны эти рекомендации достаточно малочисленные и по эффективности вызывают сомнения. Поэтому, да, химиотерапия необходима в лечении лечения онкологических популяций после антиметодической активности. И, в общем-то, это стандарт лечения в онкологии. Получается, что в результате контроля в середине 80% и просто недорого это насилие. Но после полного удаления данных о преимуществах в этом клиническом случае, как я пыталась суммировать количество рецидивов прогрессирования у этой пациентки, изначально в 2004 году проодерировано, дальше в 13-м рецидиве, в 15-м, в 16-м, в 18-м. И вы видите, да, вот этот вопрос был по глиомедицину, по количеству, по суммарной дозе. Получилось, три раза она получала компоненты глиомедицин, суммарную дозу я посчитала, получилась пятьсот десять. По стандартам по токсичной суммарной дозе максимально возможно это 400 единиц сложительных. Общая суммарная доза для амедицины должна превышать 400 миллиграмм. И вы видите, режим введения схемы при амедицин препозит цисклатин в рекомендациях представлен. первые пятые дни дозе цисклатин и глиомедицин первые, третьи, пятые дни. Но снимая шляпу перед всеми химиотерапиями, которым удается провести вот этот вариант глиомедицина первый, третий, пятый день, химиотерапии. В нашей клинике проведение этой схемы химиотерапии мы пользуемся режимом введения первые, восемь, пятнадцатый день, или второе, девятое, шестнадцатые дни, либо с редукцией дозы, поскольку приносимы достаточно тяжелые схемы химиотерапии. В отношении суммарной дозы я сказала, 400 единиц, и в рекомендациях ЭСМО, ввиду гульномологической токсичности, в возрасте старше сорока лет, глиомедицин не рекомендуется вводить этим пациентам. Это отсыл на вариацию схемы глиомедицина 1, 8, 15 июня. В отношении лечения лицидилов, так как опухоль малочувствительной химиотерапии, возникает вопрос о возможных вариантах гормонотерапии, либо использование таргетных препаратов. И, в общем, по сути, возможности использования гормонотерапии теоретически закономерны, поскольку экспрессируют эстрогенов эстероновые рецепторы, и, в общем-то, антиэстрогенного лечения в предперспективных случаях описаны единичные уровни ответа около 70%. Одной из последований публикаций тарагона 2017 года, которая доложила на АСК, сейчас и на ЭЦН, перспективное исследование, использованные анострозолы при рецидивных и метастатических линогиновых взрослого типа. 40 пациенток, использовался анострозол. У этих пациенток их средняя без прогрессивного выживаемости доложено 8, почти с половиной месяцев. В течение шести месяцев 59% без прогрессирования, и 2 пациента получают 14-15-3 месяца. То есть, такие варианты отложены, но стандарты пока не используют. В отношении таргетные препараты, возможность использования геоцидумаб предпосылками являются густопы хорошо стабилизированные, экспрессируют геоцидумаб и, в общем-то, это служило возможности проведения вот этого высокого исследования с использованием геоцидумаба и было продемонстрировано в среднем с прогрессивным выживаемость состоялось 9 месяцев, полный ответ 17%, 8% прогрессирования 6 месяцев. Дальше французские коллеги инициировали исследование о леноте, андомидированной второй фазе, где вариант схемы химиотерапии дополнил геоцидумабу либо не дополнил основной группой. 60 пациентов было прослежено, продолжается это исследование в общем-то в основной группе где не было геоцидумаба в уровне ответа составило 25%, в экспериментальном направлении 44% в уровне ответа но по результату геоцидумаба беспрогрессивной выживание статистически достоверных данных нет. И таким образом завершая свое выступление можно сказать, что во-первых, редкие опухоли, краеугольник античиней и хирургии и опухоль все-таки характеризуется инвалентным лечением, что продемонстрировано в этом клиническом случае быть с 2004 года уже 18-й год у меня пациентка жива, сохранна и трудоспособна. Да, после операционной химиотерапии при второй и четвертой стадии однозначно для наличия остаточного популярного варианта схемы химиотерапии но в комбинации в вариациях все допустимы. И обсуждаем терапии и таргетной терапии. Спасибо. за субтитры